Малыш 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 Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии! Привет! Лето – это не только пора забав, рыбалок, катания на велосипедах, купания, но это еще и прекрасная возможность в спокойной обстановке без строгих учителей, без дневников, без учебников, сидя у телевизора, получить какие-то знания. Вот все это знания, разумное, доброе, вечное, все это есть в нашей программе «Звездный час». Ну, а мы за терпением ждем, когда на нашей площадке появятся участники. Игроки в студию! Вот они, счастливцы! Им повезло, их письма попались под руку нашим редакторам, и они, скрыв их, увидели ваши смешные физиономии на фотографиях и прочитали ваши остроумные рассказы о себе, и ваш маленький «Звездный час» уже настал. Он заключается в том, что вы таки попали на нашу программу, и сейчас мы с вами будем разбираться очень серьезно, кто из вас с достоинством назваться победителем нашей программы, ну а кто просто получит скромный и утешительный приз и отправится домой. Давайте знакомиться! Меня зовут Сергей, этого малого человека зовут Кирилл. А как зовут вас? Настя Нижурина, город Шебекино! С Настей мама Таисия Николаевна! Леша Павловский, город Кимры! АПЛОДИСМЕНТЫ С ним тетя Лера! Аня Чернова, город Москва! АПЛОДИСМЕНТЫ С мамой Надежды Алексеевной! АПЛОДИСМЕНТЫ Миша Статский из совхоза Крёпшина! АПЛОДИСМЕНТЫ С мамой Людмилой Васильевной! Аня Дягилева, город Калининград! АПЛОДИСМЕНТЫ Мама Светлана Васильевна! И Даша Костян, город Бобруйс! АПЛОДИСМЕНТЫ С мамой Натальей Ивановной! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня такое ощущение, что кто-то из них хочет получить звезду. Тебе как кажется? Мне тоже так кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, пожалуйста, чем ты хочешь отличиться и заработать звезду? Я приехала из города Шебекино. Это город химиков и машиностроителей. И я хочу вам подарить значок с символом нашего города. Он был выпущен на юбилей этого города 50 лет. А также у меня есть хобби. Я делаю разные вещицы из бисера себе и моим друзьям. И я решила подарить вам эмблему звездного часа из бисера, а также розу из бисера. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая прелесть! АПЛОДИСМЕНТЫ Меня только немножко знаешь, что смущает? АПЛОДИСМЕНТЫ Что я буду носить твой значок, а на значке будет написано 50 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Это как будто мне 50 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Но мне же не 50 лет. Там этого не написано. Там написан год рождения города нашего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я живу в городе, который обоснован на реке Волге. Как известно, эта река очень богата рыбой. И... Была, по крайней мере, в свое время. Угу. И я решил вам подарить вот такой подарок. О-о-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Леша. АПЛОДИСМЕНТЫ Аня Чернова, город Москва. Я хочу подарить вам... В поисках звезды. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу подарить маленький сувенир. Это картина, сделанная в стиле кибана, которую я сделала на кружке фитодизайна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Миша Остатский, совхоз Крёкшина. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела бы вам подарить вот такую маленькую корзиночку с цветами. Ее специально для вас сделали мои подружки. У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот на этом моменте давай остановимся подробно. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько у тебя подружек? Четыре. О-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ У вас есть еще лучше парни? Нет, я хотела бы исполнить это... Частушки. О, с этого надо было начинать! Частушки-то мы любим! АПЛОДИСМЕНТЫ Не ладно что-то в королевстве Крёкшина. АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаешь, заставляет девушек вязать корзинки, а сам оказывается девушка! АПЛОДИСМЕНТЫ Где мои семнадцать лет, где моя тужурочка, где мои три ухажёра Коля Ваня Шурочка? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так... АПЛОДИСМЕНТЫ Барошю розу под березу, пусть она валяется! Отобью Гальки Сашку, пусть она ругается! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кошмар! Какая-то прям Санта-Барбара получается, да? Ужас! У Матани в кружке плавали лягушки, а Матани стана хватало их за ушки! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, как! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Мишель! И я ей-богу, ну, пока не буду опережать события, занимая свое место, давай еще спросим у Ани и Даши, что они нам приготовили? АПЛОДИСМЕНТЫ Поскольку всем, наверное, известно, что наш город Калининград знаменит не только своими янтарными изделиями, но и хлебопекарными заводами, поэтому я решила вам подарить такой вот маленький сувенир. Тортик? АПЛОДИСМЕНТЫ Тортики мы любим! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но я не очень люблю печь, поэтому я решила исполнить из репертуара Варум песенку «Осенний джаз». Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Первая любовь, как ты далеко, Ночью без стопа постучал в окно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня первый раз. О! Немножко, мне показалось, немножко грустная песня, да? Да. Она какая-то грустноватая. Для начала программы сразу прощает, там, любовь, навсегда завяли помидоры. Как-то это, мне кажется, что это, ну, может быть, такое настроение твоей души, да? Может быть, что-то у тебя в жизни происходит сейчас такое же? Нет. Слава богу, нет. Господи. Это всё у них там, у певцов, у них там всё время любовь, потом опять измена, потом опять любовь. У нас всё по-правильному. Даша Костян. Город Бобруйск. Я приехала из Белоруссии и сделала вот такую картину. Она составлена из цветов. И эту картину можно вешать на стенку. Ваша передача. И я её перевезла из Белоруссии. И хочу, чтобы она теперь была у вас, в звёздном часе. Спасибо огромное. Кирилл, давай перешим. Вот у меня есть своё собственное мнение. Вот я не знаю, может быть, она совпадёт с твоим, а может быть и нет. Кому бы ты с чистым сердцем отдал звезду? Ну, у неё картина Даши понравилась. Картина Даши? А Мишины песни? Ну, Мишины песни тоже понравились. Ну, ты хочешь сказать, что так петь любой может? Нет, только он. Ну, так кому даём, Миша или Даше? Ну, ты кому хочешь? Ну, я кому хочу, кому я хочу. Я кому хочу, сказал же, я Миша. А тебе, Даша, нравится, конечно. Ну, а может быть, двоим дадим? Точно. Давай. Миша и Даша. Молодцы! Из какой дали Даша везла картину, в целости и сохранности доставила её к нам. А Миша исполнил великолепные частушки и тут нам разыграл целый спектакль. Посмотрим, что он нам покажет дальше. Приступаем к игре. Внимание на экран. Статист, Бенуар, Антроша, Фальцет, Трюм, Анданте, Кабуки и Котельон. Восемь малопонятных слов. Итак, первый вопрос. Если актёр или актриса исполняют роли без слов, как называются такие артисты и актрисы? В театре «Тишина» в студии, пожалуйста, таблички. Роль без слов. Это значит ты... Таблички, быстро! Это значит ты статист! А Аня не статист, она молодец! Аплодисменты Ане! В одном театре все роли, в том числе и женские, исполняют мужчины. Как называется такой театр, где все роли, даже женские, ну, практически как Миша у нас сегодня сработал, да? Вот Миша бы очень хорошо было работать в таком театре. Пожалуйста, таблички. Ой-ой-ой, молодцы! Это японский театр «Кабуки» номер 7. Даша, Аня, Миша и Аня, вперед! Аплодисменты всем, кто правильно ответил на вопрос. А следующий вопрос звучит вот как, скажите, как в музыке называется умеренный темп такой. Пум-пум-пурум, пум-пурум, пум-пурум, пум-пурум. Пум-пум-пурум, пум-пурум, пум-пурум, пум-пу-пум. Бу-бу-бу-бу-бум. А называется он, дорогие мои друзья, вовсе не бенуар и вовсе даже не фальцет, а самое, что и на есть, и Дарья смотрит на меня хитрым своим взглядом. Анданте номер 6. И Даша Костян из Бобруйска выравнивается с Саней и встает с ней на одно деление нашей площадки. Перед вами находится название танца, в которое входят элементы вальса, мазурки и даже польки. Что это за танец? Там и вальсы, и мазурка, и полька. А табличка-то номер 8, конечно, Котильон! Даша с Аней выходят в второй тур, а Миша нагоняет этих резвых девчушек-поскакушек. Поздравляю Аню и Дашу. В театре под сценой есть специальное помещение, где собираются, знаете ли, грузчики, рабочие сцены после спектакля и обсуждают, как прошла премьера. Это помещение называется очень интересным словом. Конечно, это трюм. Да, номер 5. И Миша Статский выходит на второй тур! Вот Мишка доволен, Мишанька доволен, сейчас думает, сидят мои девки, смотрят телевизор. И радуются, и радуются. Ну ж ты ж молодец. Следующий вопрос. Как называется, когда в балете разбегается мужчина? И так, и прыгает. При этом, как правило, он приземляется на шпагат, потом берет женщину и уносит ее за кулисы. Как называется такой прыжок в балете? Таблички, быстро! Таблички! Ну! Ну! Ну, Леша, ну! Ну давай, 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 думай, думай, думай! Ну все перебрал, да, все перебрал. Па, все, Леша, я тебе не могу позволить брать пятую табличку. Ты стой спокойненько, отдыхай. И вместе с нами аплодируй Насте Нежуриной. Это антроша! И вот перед нами четверо участников второго тура. И двое. Ну, не знаю, неудачниками их, конечно, не назовешь. Попасть на нашу программу, это уже большая удача. Но все-таки дальше мы с вами никуда не поедем. Как говорится, приехали. Аня и Леша, мы прощаемся с вами. Вы получаете призы и подарки от нашей программы. И аплодисменты зрителей! А мы с вами, немедленно, неминуты, переходим во второй тур. В эфире «Звездный час»! Ну что ж, с удовольствием сообщаю, что Настя Нежурина, Миша Статский, Аня Дягилева и Даша Костян продолжают борьбу за звание победителя нашей программы, за наш суперкубок и за разнообразные многочисленные призы. Сейчас я призываю вас ко вниманию. Кубики в студии! АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл, помоги, пожалуйста, расставь кубики, чтобы нам было видно все девять букв, которые там. И я сейчас их начну читать. Я уже все вижу. Хорошо. Р, пишите! Н, пишите! А-У-Н-К-Т-И-О АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Кирилл. Судя по твоей загадочной физиономии, у тебя уже есть слово, так? Да. Сколько букв? Шесть. А со звездой или без? Без, конечно. Без звезды? Чистых шесть букв? Да. Ну-ка, так я подумаю. Кунритна. Урна. Ура. Все, что я могу составить. Ура у папы бура. Я вижу, что вы уже закончили. И вам время уже не нужно. Тогда время истекло. Отложите ручки бумаги. А теперь я подошу Кирилла проверить слова у наших родителей. Пожалуйста, вошло. Наркотик. Наркотик. Вот это слово. Длина. Контора. Странник. Странник. Какое самое длинное слово? Ну вот, вот это самое длинное слово и вот это. Странник и наркотик? Да. Одинаковое количество букв? Да. Ну что, получается, что Даша и Настя получают звезды. Благодаря своим мамам. Благодаря Наталье Ивановне и Таисии Николаевне. Пожалуйста, одну звезду Насте, другую звезду Даши. Ой, а у Даши ты уже некуда даже ссувать звезды. Шесть штук. Дарья, молодец, молодец. Ты знаешь, Дашенька, вот тут у меня есть такой золотой ключик. Он подходит к замочку на красном ящике. Подходит или нет? Иди проверь, Кирилл. Давно мы его не открывали, может, уже заржавел. В этот ящик ты сможешь залезть. Открыть, что ли? Да, попробуй. Только не показывай, что внутри. В этот ящик ты сможешь залезть, если наберешь восемь звезд. Работает? Да. Ну, все в порядке, значит, не заржавел. Итак, восемь звезд даст тебе право открыть ящик, а там, я тебе уверяю, мало не покажется. Ну и теперь давайте мне ваши слова рассказывайте. Настя, твое слово? Рутина. Рутина, шесть букв. Миша, твое слово? Мое слово стирка. Стирка, с этой И, РК, А. Шесть букв. Да. Молодец. Анна? У меня два слова, тиран, пять букв, и стирка, шесть букв. Ну, какое лучше-то? Шесть букв стирка. Ну, стирка, конечно, лучше. Аплодисменты Анне. И Даша Костян, пожалуйста. У меня слово наркотик. Наркотик? Наркотик. Восемь букв? Аплодисменты Даши. И сейчас ты с Кириллом отправишься к нашим ящикам, чтобы открыть один из них. Не красный, но любой, какой тебе понравится. С Богом. Я бы хотела открыть фиолетовый ящик. Фиолетовый ящик. Фиолетовый? Фиолетовый? Что там, что-нибудь ценное? Доставай, показывай. Там что-то художественное. О, художественное. Как наша передача? Да. Ну-ка. О! Дарья получает набор юного художника. Бери, Дашечка, не стесняйся, это теперь твое. Ну, а с вами-то что нам делать, друзья мои? С вами дело, получается, совсем никудышное. Получается, что все четверо остаются в нашей программе, и никто не вылетает. Ты рад? Да. Что-то не болен ты рад, я вижу. Ты хотел крови, хотел, чтобы кто-нибудь сейчас вышел. Да. Чтобы мы попрощались с кем-то, чтобы мы попрощались с кем-нибудь, но не получится. Все выходят в третий тур в эфире «Звездный час». Со всей ситуацией по звездам. «Мир», «Трактористы» и «Освобождение». «Фильмы». Мне кажется, все эти фильмы были сняты на киностудии «Мосфильм». Ну, кто был первый? Даша. Даша была первая, она права, конечно. Табличка ноль, и Даша получает седьмую звезду. Кирюха, давай, семь звезд у Даши уже. Еще одну звездочку, и мы станем с вами свидетелями волшебного мига. Дарья подкрадется, как завзятый Буратино. К этому замочку откроет его, а там колбаса, сыр, гречиха, майонез. Чего там только нету. Следующий вопрос. Перед вами планеты. Марс, Сатурн и Юпитер. Астрономический вопрос. Итак, меньше всего спутников у Марса, чуть больше у Сатурна, и огромное количество спутников у Юпитера. Правильный порядок или нет? И снова первый. Кто была? Опять Даша. Опять Даша, да? Посмотрим в ответ, Кирилл. Читай. У Сатурна у вас три спутника, а у Юпитера всего шестнадцать. Значит, таблички? Два-три. Значит, кто выходит в финал? Даша. Даша выходит в финал! Она получает еще одну звезду! И барабанная дробь звучит! Потому что, молодой человек, вручите, пожалуйста, барышни ключик золотой. И проводите девушку к ящику. Проводите девушку к ящику, посмотрим, сама откроешь или доверишь мужчине? Сама. Я сама, сказала Даша. И полезла открывать. Там калоши и гамаши, деревянная кровать. Там сосиски и сардельки, колбаса и ветчина. Нет, все это ведь неправда. Телевизор достает она! Телевизор! Хо-хо-хо! Бедный наш старенький телевизорик. Давно здесь стоит уже. Не кормлен, не поен. Много месяцев дождался он своей принцессы. Даша Костян. Поздравляем Дашу. Аплодисменты. О, да, правильно, маме. У мамы будет надежнее. Перед вами страны. Перу, Заир и Боливия. Мне кажется, что все эти страны находятся на территории Южной Америки. Прав я или нет, Тишина в студии. Ой, 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 ой. Ой, ой, Анечка, ты подняла две таблички. Зачем? Давай какую-нибудь одну выберем. Вот это правильно, это будет лучше. Да, совершенно верно. Только я хочу узнать, кто был первым. Миша. Миша был первым, получая звезду, потому что Заир находится в Африке. Получает звезду Мишель. И у него становится их пять. А у его соперниц четыре. И они проигрывают. Из-за последней звезды, из-за ловкой, смелой руки Михаила он получил звезду и вышел в финал. Кирилл, давай за призами, девочки. К сожалению, Настя Нижурина и Аня Дягилева покидают нашу площадку, но не сейчас. Подождите, сейчас Кирилл вам принесет что-нибудь такое замечательное, красивое от своей щедрой души. Спасибо вам за игру, спасибо, что дошли до третьего тура, но судьба сложилась так, что вы покидаете нашу площадку. Давайте вместе с вами посмотрим, чем закончится это яркое, увлекательное, иногда юмористическое действие под названием «Звездный час». Но вы знаете, честно говоря, я предполагал, что именно так сложится наша игра. Уж больно... Вы помните, не случайно мы с Кириллом спорили, кому давать звезду? Даше или Мише? В конце концов, сошлись на том, что надо и Даше дать, и Мише. И видите, мы не прогадали. Действительно, мы выявили настоящих фаворитов нашей сегодняшней программы. И сейчас в финале придется нам выяснить, кто же из них больше фаворит, кто из них фаворитистей. Даша Костян или Миша Статский? Миша, я тебя хочу огорчить. Знаешь, чем? У меня 8 звезд, но 3 звезды больше, чем у меня. Да, вот эти 3 звезды преимущества лежат перед ней. Не знаю, что ты будешь с этим делать. Ума не приложу слово в студию, пожалуйста. Слово в студию. Очень телевизионное слово. Просмотр! И ни секунды не теряя, ребята принялись за письмо. Ума не знаю. Ума не Understood. Время стекло и зрители уже с нетерпением аплодируют нашим финалистам, потому что сейчас им просто не терпится уже услышать, кто же в конце концов скажет, все, у меня больше нету слов, я проиграл или проиграла. Желаю всем успеха. Даша, поехали. Смотр. Смотр, строя и песни. Ор. Ор, там орут, правильно. Ром. Мотор. Мор. Тор. Рот. Порт. Пот. Сом. Мост. Пост. Сор. Рост. Том. Маму. Маму. Пожалуйста, мама. Вот у нас стал тот самый радикальный момент, когда у Миши слова-то и кончились. Вот. И сейчас совхоз крёкшина весь замер в ожидании. Сейчас все прилипли к телевизорам. Все люди, звери, коровы. Все там у телевизоров. Торт не подходит. Треск. Треск. Хорошее слово. Треск? Да. Где вы буквы Е нашли хотя бы одну? Простите. Трос. Трес. Трес. Другое дело. Маму. Маму. А звезды? Потом. Звезды. Ну, а звездочки, а звездочки потом. Первым делом мы посмотрим, что у мамы. Ну, а звездочки мы отдадим потом. Тара-дара-дам. Тара-дара-дара-дам. Тара-дара-дам. Пам-пам. Так. Торс. Я хорошо пел? Очень. Вы слышали, как я пел? Да. Вы были слишком заняты. Итак? Торс. Торс. Хорошо. Ом. Ом. Единица сопротивления материалов. Проса. Проса. Прекрасно. Все. Вы знаете, все-таки над Крёкшеном еще не взошла звезда настоящая. Нет. Настоящая звезда взошла сейчас над Бердянском у нас. То есть над Бобруйском. Но она над Бердянском взошла, а над Бобруйском она так уже летит. Дарья, извиня, я перебью твой разговор с мамой буквально на секунду, потому что я сообщаю, что ты победила в нашей передаче. То есть буквально такой пустячок. Но приятный пустяк, приятный пустяк. Пока вы с мамой беседовали, Миша сдался, мама его тоже сдалась. Тебе ни звезды не понадобились, никто. Дарья Костян. Миша, ты не расстраивайся. У вас таких совпутик, Крёкшина, может быть, и много магитофонов, но что будет со звездного часа, так нету. Пожалуйста, конфеты, рюкзак и аплодисменты наших зрителей. А тем временем, целуйте, целуйте, не стесняйтесь. У нас для этого передача сделана, чтобы победительницы целовались с своими мамами и папами. Церемония нагр... Можждения! Вот она, Даша Костян, маленькая, хрупкая девочка, которая смогла победить на этой площадке всех этих, понимаешь, хвалёных русских, столичных и заграничных пыльников. Из Белоруссии приехала, из города Бобруйска, и так легко, непринуждённо выиграла в нашей программе. Дарья, когда звёздный час настал, соберись. Не только наша страна, Россия, но и ваша, Белоруссия, сейчас прильнула к экранам, чтобы выслушать твои последние победные слова. Давай, с Богом! Я очень рада, что победила в этой передаче. Я всегда мечтала об этом. Но пусть другие не очень расстраиваются, что я их победила. Но я очень рада. И... И всё хорошо. И всё хорошо, сказала Даша. Дарья, я понимаю, что ты волнуешься, конечно. Ну-ка, как можно себе представить, что вся страна, две страны сейчас смотрят на тебя. Ничего, ты молодец, ты умница. И сейчас мы тебя не с пустыми руками отпустим, ладно? Мы тебе сейчас вручим призы. И знаешь, кто это сделает? Кто? Не знаешь? Нет, не знаю. А вон стоит, видишь, дяденьки, бородатенькие, усатенькие. Группа «Манго-Манго»! Группа «Манго-Манго» поздравляет нашу победительницу и вручает ей музыкальный центр, очевидно, со своими новыми записями. Бальс, маэстро! Ну, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Это была программа «Звёздный час» и я, Сергей Супонев. Пока! Бальс, маэстро! Бальс, маэстро! Бальс, маэстро! Бальс, маэстро! Бальс, маэстро! На мастер на них из картины Смотрит всегда свысока Что же нам делать с собой Профессия наша такая Нам отвлекаться на них не с руки Крабрые крановщики Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Сильные крановщики Тропольчик, парень прекрасный Профессией тоже гордится Его штукатурщицы любят Он трогает их собака А ночью он плачет под ушку Ему горемыки не спится Он в нашей работе отличный помощник Но не крановщик Пока! Хе-хей! Что же нам делать с тобой Профессия наша такая Гордо бегут пострелям мужики Крабрые крановщики Белй-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Эм-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Сильные крановщики А завтра опять опасность Качается кран как пылинка И как тут не закачаться Ведь груз полторы тысячи тонн А ночью То мира, то война Как будто задела пластинка Такая вот, братцы, тайна Вы поняли речь о чем? Эй, что же нам делать с тобой? Профессия наша такая Но трогают небо рукой мужики Храбрые крановщики Эй лалай-лалай, элалай-лалай Зилитые крановщики Хочется летом в деревню Удочку взять и закинуть И вместо плиты поддонов Карпы зря поднимать Но! Вновь начинается смена Прораб выпускает ракету Бежит крановщик на работу Не время над всем отдыхать Что же нам делать с тобой? Профессия наша такая Мы можем видеться весь мир Мужики, кровные крановщики Мужики, кровные крановщики Вадим!